Добрый день. Добрый день, здравствуйте. Надеюсь, меня нормально слышно. Я также очень надеюсь, что будет много интересных вопросов. Спасибо вам большое. И тогда, чтобы не терять и не затягивать ваше время, я начну говорить все подряд и ждать ваши вопросы. Потому что, конечно, без них работа, любое выступление и любое преподавание напоминает поход циркового пони по кругу. Рассказывать одно и то же, пока не надоест и не выгонит на пенсию. Поскольку речь идет об авторском праве в интернете, то должен отметить, что, к сожалению, эта тема, возможно, несколько незаслуженно расширена именно на предмет интернета. Несколько незаслуженно и широкое внимание уделяется именно особенностям нарушений или, наоборот, соблюдения авторского права в интернете. Потому что, в целом, особых отличий, как таковых принципиальных, как ни странно, не существует. Потому что, если авторское право соблюдается, то оно соблюдается в разных областях. В новых областях оно постепенно начинает осваиваться, развиваться. И по мере строительства бизнеса, по мере распространения каких-то новых моделей, бизнес-моделей в том числе, оно начинает соблюдаться и нормально себя чувствовать в любой новой области. Конечно, правовое регулирование в интернете отличается определенной спецификой. Я еще помню начало 2000-х, когда уважаемые ученые, не зная особенно, что делать с интернетом, предлагали его приравнять к сероксу в части правового регулирования. Ну, если позволите, я быстренько промотаю несколько презентаций, достаточно обобщенных. Так вот, вопрос, как же регулировать право в интернете, право в интернете возник достаточно давно, и на международном уровне этим занялись еще в начале 90-х годов, как ни странно. В 1994 году Всемирная организация интеллектуальной собственности приняла решение о том, что надо разработать международные договоры. и постепенно были разработаны и приняты несколько договоров, здесь названия приведены, в принципе, сводящиеся к тому, что да, надо защищать авторские права в интернете, но еще дополнительно надо защищать технические средства защиты, надо защищать информацию в управлении правами, потому что в те годы популярной версией охраны была техническая. И был такой тезис, может быть, вы его помните, что ответ в машине заключается в машине. То есть все пронумеруем, все учтем, и по каждому объекту вознаграждение, неизвестно откуда правда оно будет браться, будет идти автоматически. Тем не менее, сами договоры были приняты, и поскольку этим руководит достаточно, этим руководит взвешенное такое учреждение, как ВАИС, то договоры, независимо от того, что ожидания в части такого общего технического учета не оправдались пока еще, договоры действуют, они были имплементированы в законодательстве разных стран, и основное, что они внедрили, это общее понимание о том, что надо защищать права в интернете, надо их признавать, надо как-то выделять, и, собственно, считать, что эти права охраняются, потому что, если подходить исторически, авторское право ведь не было и до настоящего времени, не является таким всеохватывающим, то есть когда любое использование подпадает, это просто формулировка российского, например, гражданского кодекса. Во многих законодательствах рубежных стран говорится о конкретных действиях, в каких-то странах вообще подразумевается, что есть сферы охватываемые авторским правом, есть сферы неохватываемые. Значит, если позвольте, я для ускорения пойду дальше. Сама по себе система использования в интернете, она достаточно проста, то есть на первом этапе имеет место загрузка, провайдерное содержание, может быть, это звучит так громко, потому что, может быть, этот провайдер содержания это обычный гражданин, который подключился к торрент-сети и разрешает кому-то скачивать, одновременно скачивая себе. Но это значит, что так или иначе он осуществляет загрузку, то есть воспроизведение произведения. При этом, конечно, возможны нарушения, но их очень тяжело отследить, потому что над каждым человеком поставить другого человека с топором, это очень сложно, затратно и не всегда рационально. Дальше идет этап поступления информации к потребителю, но фактически предоставляется возможность получить доступ к произведению размещенного в сети интернет или возможность скачать его, возможность участвовать в этой сложной системе скачивания через торрент-сети, то есть каким-то образом его для себя открыть, посмотреть, послушать. И вот последняя стадия – это воспроизведение уже на компьютере потребителя или просто на конечном устройстве. Это уже воспроизведение, осуществляемое потребителем, то есть либо физическим лицом, либо в любом случае физическим лицом, но, например, уже если оно осуществляется в рабочее время, да еще и как-то связано с работой, то можно говорить, что в данном случае физическое лицо действует как продолжатель воли юридического лица. Не будем углубляться в эти юридические тонкости, если позволите. Так вот, трем этапам использования в цифровой сети соответствуют, в принципе, два реализуемых авторско-правовых полномочий. Это воспроизведение, доведение до всеобщего сведения и воспроизведение, но уже осуществляемое не тем, кто разместил или открыл доступ, а тем, кто скачал, например, или тем, кто просматривает воспроизведение конечных пользователей. Что касается доведения до всеобщего сведения, то это, к сожалению, такая юридическая абстракция, которая до некоторой степени все-таки стала привычной в последние годы. Но просто когда в 1994 году разрабатывали международные договоры, вот те самые ДАП, ВИФ, договор об авторском праве ВАИС, договор об исполнении фонограмм ВАИС, не знали, как назвать этот самый интерактивный режим, который, по сути, является сообщением, но отличается все-таки от сообщения по кабелю и сообщения путем передачи в эфир. Поэтому придумали очень сложную формулировку доведения произведения до всеобщего сведения, таким образом, что оно становится доступным для любого лица, из любого места и в любое время по его собственному выбору. То есть имелся в виду интерактивный режим, глобальный охват, и еще что-то постепенно от такой длинной формулировки отошли и стали использовать просто доведение. для всеобщего сведения. Но в законодательстве, чтобы ужаснуться, можно почитать и удлиненную формулировку. Значит, основная проблема, как считается, состоит в том, что много нарушают. Правда, некоторые могут сказать, что само наличие нарушений свидетельствует о том, что есть что нарушать, как, например, одна из таких доктрин, использованных когда-то в американских судах по авторским делам, все, что заслуживает копирования, заслуживает и защиты. Здесь можно сказать, что раз нарушают, значит, что-то есть, какая-то ценность все-таки еще осталась. Так вот, традиционные варианты защиты гражданская права, административная права, уголовная, они, конечно, оказываются неэффективными в случаях массового нарушения, потому что можно найти одного человека, можно найти десять человек, но если нарушения носят такой массовый характер, что это миллионы и миллиарды, то применение жестких мер уголовных не рационально, а гражданская правовая ответственность в наше время, она достаточно условная, потому что потом что-то взыскать, ну, фактически, обращение в суд подразумевается, исполнительное производство, то есть это, конечно, может до какой-то степени прокормить вашего юриста, но вряд ли это послужит восстановлению справедливости, если только это не связано с поддержкой бизнеса, с каким-то системным характером защиты, с решением каких-то конкретных дел. Ну и административная процедура занимает промежуточное место между гражданской правовой и уголовной, потому что денег вы не получите, и, с другой стороны, как следует, в большинстве случаев, не накажете. Но какой-то вред зачем-то причинить можно. В качестве нового направления защиты был придуман специальный порядок защиты исключительных прав. Новое, так называемое, антипиратское законодательство, оно уже достаточно не новое, это 13-14 год в Российской Федерации, 9-й год, по-моему, во Франции, начало 2000-х в США, и, в принципе, каждая страна придумывала такие меры превентивного устрашения, какие она сможет даже не стоит реализовать, которые произведут, по мнению законодателей, какое-то превентивное устрашение на пользователей. Не всегда это работает, но, тем не менее, с этим живем. В 2013 году, как вы знаете, был установлен специальный порядок защиты, были внесены изменения, в том числе в гражданский кодекс, в гражданский процессуальный кодекс, направленные для начала на защиту только фильмов. То есть основные изменения это предоставление Московскому суду возможности принимать предварительно обеспечительные меры, и второе, это установление специального порядка ограничения доступа. Дальше, эти положения действовали только для фильмов, как я говорил, а потом в последствии с 2015 года вступили, в 2014 году был принят закон о внесении изменений в гражданский процессуальный кодекс, законодательство об информации, которые распространили действия положения на любые произведения, исполнения, фонограммы, иные объекты цены авторских, смертных правов, имеются в виду базы данных, так называемые творческие, и вещания, и все, что только можно будет придумать. Но было установлено интересное исключение, кроме фотографических произведений. Это сложно объяснить, и предполагалось, что очень сложно их идентифицировать. Хотя и Google, и Яндекс прекрасно ищут все похожее, но традиционно фотографические произведения в авторском праве отказываются такими сиротками, которые все время висели где-то сбоку. Если открыть, только лучше не на ночь, Бердскую конвенцию, например, 1886 года, но, правда, это уже в последующих редакциях появилось, там написано, что для всех минимальный срок охраны 50 лет после смерти автора, а для фотографий можно устанавливать 20 лет после опубликования. То же самое было в советском законодательстве, в законодательстве ряда стран мира, но постепенно от этого отошли. Просто с одной стороны фотографии хотели охранять как произведение, с другой стороны все время было подозрение, что вдруг это не совсем произведение, как-то это не очень естественно. Но когда вдруг щелк, и произведение получилось. Что касается нового антипиратского законодательства, то предполагается, что каждый владелец сайта в сети интернет обязан разместить фактически сам на себя разместить информацию, которая будет его идентифицировать для последующих доносов. То есть наименование, куда писать, кто он такой, адреса, все должно быть достоверным. Единственный нюанс, что в случае, если это не размещено, что делать, остается непонятно. То есть обращаться в Роскомнадзор и требовать, требовать, требовать. Здесь поступил интересный вопрос насчет сайта человекнаука.ком, не буду рекламировать полностью, торгующей диссертацией без ведома авторов. Вы знаете, если и что делать в этой ситуации, то есть насколько это для вас принципиально и что вы хотите добиться. Дело в том, что диссертация, как и любое другое, она такой объект научного творчества, выраженный в письменной форме, это в принципе литературное произведение, а храняется как литературное произведение. Поэтому если скорее всего у вас есть доказательства, что либо вы автор, либо вам принадлежат права на основании договора с автором, то формально да, вы имеете право использовать все меры, предусмотренные законодательством, то есть самый простой, но дорогостоящий и как-то длительный вариант это не стал бы на это подстрекать, это заверить нотариально размещенную на сайте информацию, потом с этой информацией обратиться в суд и пытаться что-то взыскать, но вот вопрос сколько взыщут, он такой риторический, то есть не меньше вести тысяч рублей, но вот насколько будет больше, предсказать тоже сложно, потому что нам доказывают, что именно вашу диссертацию много использовали, много скачивали, можно после того, как будет вынесено судебное решение, уже в порядке исполнения судебного решения, вы можете на этот сайт предъявить и скорее всего именно вашу диссертацию исключат. Есть вариант такой, не совсем правильный, но более-менее эффективный, это ситуация, когда начинают жаловаться везде, то есть такая рассылка организуется во все все возможные инстанции и если нарушитель видит, что в принципе тот, кто к нему обратился недостаточно с его точки зрения адекватно себя ведет, может быть он нас отстанет. То есть и в Роскомнадзор, и в ФАС, и в прокуратуру, в Следственный комитет, но учтите, что тогда вас будут вызывать, могут вызывать для собеседования, для составления протоколов и что будет потом, скорее всего наказать как следует не накажут, предложат обращаться в суд. И такой вариант именно основанный на том, что предложено законодателем как специальные меры защиты, это обращение да, сейчас я отвечу на следующий вопрос, значит, что предусмотрено законодательством, это можно обратиться в Мосгорсуд с требованием о прекращении использования в порядке предварительного обеспечения иска, в этом случае в течение 14 дней вы должны будете подать сам иск, но единственное преимущество, что потом с определением удовлетворения вашего ходатайства о предварительном обеспечении, о принятии меры по предварительному обеспечению, алло, алло, вот так вот нормально, лучше слышно? Что-то мне написали, что звук заикается, может быть это я заикаюсь, не замечаю, значит, после этого все равно придется подавать суд, потому что если в течение 14 дней не подали, меры снимаются, но это какого-то рода такая дополнительная возня, в этом случае просто Роскомнадзор на основании определения суда о принятии предварительных мер, должен будет, если сам провайдер не среагирует, если не среагирует сам владелец, а это сам провайдер, должен будет принять меры для прекращения доступа, но есть нюанс, скорее всего, прекратят доступ только к той странице, где размещено произведение, и также могут перенести произведение на другую страничку. Если торгуют диссертациями, то прекратить доступ очень сложно, потому что, насколько я понимаю, сами диссертации в открытом доступе не размещаются на этом сайте, а только предоставляется возможность их скачать. Поэтому посмотрите ваш выбор, и единственное, что должен ответить, что таких сайтов много, поэтому победа над одним сайтом не приносит, может быть, моральное удовлетворение, хотя тоже не уверен. Если постоять на выходе из любого суда, это меня всегда поражало, что в принципе суд выносит два решения, отказать или удовлетворить, поэтому одна из сторон должна выходить счастливой, но выходят все несчастные, я не знаю почему. Да, меры мучительные для самого пострадавшего, ну так принято, такая общемировая традиция, как у Гуди Алина в какой-то книжке сказано, что надо в роддоме вешать растяжки, жизнь ужасна, а потом вы умрете. Как-нибудь приспособимся, немножко помучаемся еще. Значит, извините, вот что такой как бы задал на этот вопрос такой негативный ответ, он негативный, то есть зависит от того, что вы хотите добиться, потому что очень так же диссертациями торгует, ну не торгует, а предоставляет возможность их скачать и российская государственная библиотека, насколько я знаю, правда стараются заключать договоры с авторами, то есть если хотите, вы можете заключить договоры и по крайней мере наиболее такой широкий спектр диссертаций у них представлены, они смогут выплачивать, либо выплачивать награждение, либо бесплатно, вы будете знать, что зато используют на такой основе. Проблема диссертации просто в том, что у них очень ограниченный спрос, несмотря на всю их значимость. А система их продажи и система вообще продажи научных произведений пока в Российской Федерации не разработана, насколько я знаю. Если, например, вы зайдете на Amazon Candle, где книжки дают скачивать платно, и там есть часть бесплатная, и часть за 99 центов, часть 2,99, такая средняя цена за охраняемое произведение, 4,99 за какой-нибудь там бестселлер, но с узким спросом. Там есть книги, например, научные отчеты по 5 тысяч долларов каждое скачивание. Но тоже, видимо, пользуются популярностью, просто ограниченный круг пользователей подразумевает высокую цену. Значит, что касается, вот следующий вопрос очень интересный, он на самом деле связан с нарушениями или с соблюдением прав, на каком основании электронные библиотеки размещают книги. Заключены ли у них договоры со всеми авторами? я должен отметить, что, как всегда, существует несколько категорий так называемых электронных библиотек или вообще ресурсов. Как это? Узок, круг и тех, кто соблюдает, но они соблюдают. То есть, ну, например, не буду хвалиться, но Директ Медиа, например, университетская библиотека онлайн заключает договоры всегда со всеми авторами, со всеми издателями. все охраняемые произведения включаются только на основании договоров. То же самое делает книгафонд. Насколько я знаю, то же самое делает Литрос, потому что любой серьезный бизнес, он строится только на том, что будет, ну, он должен быть долгосрочным, для этого он должен быть законным, легальным. и поэтому, конечно, меры иногда такие, что не все можно соблюсти, но в части таких медицинитарных эпидемических норм, как вы знаете, или в части соблюдения Треборос, Комнат этого, Роспотребнадзора, еще каких-то норм, но пожарного надзора, но вот в части электронных библиотек как раз соблюдение достаточно, я бы не сказал, что оно простое, оно дорогостоящее, но это соблюдается и если проект действует долго, уверенно, и он до некоторой степени хотя бы коммерческий, то, как правило, крупные проекты соблюдают, то есть, если вы откроете проекты крупных издателей, журналов, у них, разумеется, есть договоры, если вы откроете проекты крупных библиотек, вы тоже сможете увидеть, что, в принципе, при необходимости вы сможете связаться, написать, то есть, это не такая проблема, единственное, что это делает, ставит в очень неравное положение тех, кто соблюдает законодательство и тех, кто не соблюдает, как всегда, потому что тот, кто не соблюдает, он все использует, все берет бесплатно, а тот, кто соблюдает, вынужден платить, вынужден тратиться, значит, здесь интересный подвопрос насчет того, что делать, если библиотека предоставляет книги бесплатно и проект некоммерческий, вот в авторском праве, если посмотреть внимательно, законодательство и публикации научными, какие-то практически, нет вообще деления на коммерческое и некоммерческое, потому что любой коммерческий вариант можно завуалировать под некоммерческий, авторское право строилось достаточно имущественные права, и, понимаете, нельзя же говорить о том, что если у вас есть квартира в собственности, если она есть, что к вам любое некоммерческое цель может подселиться, поэтому в авторском праве есть для некоммерческого есть только отдельные исключения, вот эти исключения применяются, например, только в некоммерческих целях, это есть, это очень ограниченный спектр, причем должен сказать, что это большинство исключений даже не связано с некоммерческим характером. Без извлечения прибыли это такой критерий, который не всегда соблюдаем, то есть вы всегда можете сделать при современных системах бухгалтерского учета, вы понимаете, что прибыль современного человека колеблется в пределах от неизвестности до нуля, и то же самое с организациями, если вы возьмете отчетность крупных организаций, окажется, что у них прибыль несколько копеек, а скорее всего, если у них бухгалтерия работает активно, то это убытки, а при этом доход и оборот вполне приличные. Значит, если к ней библиотека предоставляет книги бесплатно, это замечательно, но тогда она должна соблюсти минимальные требования, она должна получить согласие на то, что эти книги будут предоставляться бесплатно, потому что фактически, если успеем, дальше перейдем к балансу интересов, но вопрос очень интересный, потому что, знаете, вот, к сожалению, когда традиции мертвых поколений тяготеют, как кошмар на бумаге живых, один из таких бывших классиков сказал, так вот, когда авторское право надо было закрепить во французском законодательстве, в английском там просто сразу подошли с экономической точки зрения, когда надо было закрепить во французском, в советском, в российском, то всегда отстаивали авторское право именно такой эфемерностью, гениальностью, творчеством, но на самом деле это просто инструментарий, то есть, помимо того, что да, есть некий блок личных, неимущественных прав, уважения автора, в целом, оно бы не появилось никогда, если бы оно не было экономически оправдано, потому что, по большому счету, например, гражданское законодательство, ну, как говорилось, что философия должна быть служанкой теологии, это гражданское законодательство должно следовать всем изгибам текущей экономической практики и потребностям, всем нуждам, и фактически авторское право дает возможность сформировать некую ценность, некие имущественные права для капитализации, для продажи, торговли, привлечения инвестиций, это, конечно, звучит, может быть, жестоко по отношению к авторам, но должен отметить, что в большинстве случаев авторские произведения мы просто не замечаем и другие объекты авторских смежных прав, ну, например, все, что делают, доделывают, например, программисты, пишут какие-то скрипты, небольшие программки, этот общий вклад, это тоже авторское право, это их авторское право, которое переходит к работодателю не для того, чтобы он в отдельности торговал, а для того, чтобы просто была возможность работать, так странно, я никуда не перемещаюсь, пишут, что звук проваливается, ну, если что, ругайтесь, ладно, значит, точно так же, например, все, кто просто операторы набивают базы данных, включают там сведения о клиентах, с которыми прошла работа, это же на самом деле формирование базы данных, это тоже клиентская база, например, как вы знаете, у современных организаций, это один из важнейших таких инструментариев, ну, опять же, не хочу вас разочаровывать, просто хотел отметить, что само по себе, само по себе упоминание авторского права не означает, что если, что оно должно быть некоммерческим, что должны быть какие-то преференции для некоммерческих проектов, потому что, вы понимаете, дело даже не в жадности, просто одно несовместимо с другим, если у вас можно получить что-то бесплатное, то у вас невозможно это получить, ну, невозможно тогда будет это продать, если делать вариант для какой-то категории, например, законодательство предусматривает для слепых и слабовидящих специальные меры, но реализация этих законодательных положений порой оказывается дороже, чем просто оплата и обычный режим использования. Так, насчет сертификатов спрашивают, это лучше обратиться к организаторам курсов, я думаю, что вам помогут и отметят, и все отметят. Если позволите, побегу дальше, а вы меня возвращаете своими вопросами на интересные места. Так вот, предполагается, что владелец сайта должен все о себе доложить, затем, в случае, если будут выявлены факты, и вот это интересная мера, не только факты распространения объектов авторских смежных прав в сети интернет, такая формулировка использована в информационном законодательстве, но и факты размещения информации, с использованием которой возможно получение объектов авторских смежных прав. Имеются в виду ссылки, гиперссылки, ссылки, какая-то дополнительная информация, пароли, коды, шифры, явки, то есть все, что может служить для доступа. Вот в этом случае правообладатель может принять меры, и он может обратиться в Роскомнадзор с заявлением о принятии мер по ограничению доступа. Ограничение доступа, когда правообладатели увидели, они надеялись, что будет полное ограничение доступа к сайту, и можно будет выламывать как угодно руки, помогать все, что угодно, но выяснилось, что ограничение доступа должно быть конкретно к произведению. Поэтому эта мера достаточно условная. До некоторой степени, конечно, тот, кто не размещает информацию о себе в сети, оказывается в таком сложном положении, потому что он может не получить вовремя письмо о том, что у кого-то есть претензии к нему. Значит, если позволите дальше, предполагается, ну как, если вы когда-нибудь, я думаю, что все когда-нибудь читали Льва Толстого или пытались это сделать, он описывает обреченность перед Аустерлицем, когда генерал из штаба планирует первая рота марширует направо, вторая дивизия марширует налево, вот примерно так же расписано, что Роскомнадзор должен определить провайдера хостинга, это все в течение трех дней, направить ему на русском и английском уведомления, затем провайдер в течение одного рабочего дня должен проинформировать владельца информационного ресурса, и дальше, если не отреагирует владелец, ограничить доступ к информационному ресурсу. На практике, конечно, это очень тяжело реализовать, но представьте себе положение Роскомнадзора, это все-таки деятельность предполагалась массовая, а средства на нее, видимо, отдельно в достаточном количестве, вряд ли были выделены, для того, чтобы это можно было делать достаточно оперативно, с достаточным количеством, но как-то все-таки делают. Дальше, если вот такое принятие об ограничении возможно на основании, как мы говорили, судебного определения, акта судебного, таким судебным определением может являться акт, такой акт, как удовлетворение ходатайства об обеспечении иска, или определение об обеспечении иска путем прекращения доступа к незаконно размещенной информации. На практике получить эту меру можно, прекратить доступ можно, так, что-то пишут друг за виз, что делать? Так, вроде слышно. Значит, расписано очень подробно, дальше есть несколько вариантов, что если для отдельных особо злостных случаев. один из таких вариантов, что при неоднократных нарушениях в отношении злостного совершенного нарушителя может быть применена такая мера, что будет ограничен доступ вообще навсегда и по данному адресу не будет доступен тот ресурс, который там находится, и тот, который будет и в будущем, и который существует сейчас. На практике это, конечно, очень странно, потому что тут же, создаются зеркала и надо идти опять в суд и опять добиваться своего. В качестве внесудебных мер традиционно предполагается, что люди не могли подумать сами, поэтому им предлагается помириться. То есть правовладатель может написать нарушителю, что он и так мог сделать, и нарушитель мог раскаяться, они могут обняться и идти в светлое будущее вместе. Когда вы, может быть, посетите или посещали здание Мосгорсуда, Богородский переулк, Богородский проезд, там на первом этаже стоит такое большое, в центре зала стоит огромная мраморная скамья со скошенными к центру сидушками. видимо символизирует, что правовладатель и представитель должны соскользнуть, правовладатель и нарушитель должны соскользнуть в объятиях друг к другу. Что касается возможности реализации, то фактически такая возможность существует только точечно. То есть хорошо идет реализация, когда она, да, Богородский вал, спасибо, меня поправили Мосгорсуда, фактически идет реализация хорошо, только в случае, если как бы удары наносятся точно и они связаны с каким-нибудь проектом, который питает всю эту деятельность. Ну, если вы зайдете в систему справочечно-правовую Консультант Плюс и посмотрите информацию, которая там размещена по судебным делам, то вот по авторским правам, именно по уголовному преследованию нарушителей по авторским правам, потому что по гражданскому правовому трудно систематизировать, один из наиболее распространенных, есть два исца, чаще всего добивающихся справедливости. Это, может быть, сейчас не так, примерно полгода или год назад последний раз я смотрел, было все так. Это Microsoft и один из бухгалтерий. Просто их бизнес связан с тем, что постоянно надо держать пользователей в тонусе, чтобы они не осуществляли такую деятельность по заманиванию студентов, которые им поставят за полторы или три тысячи рублей то, что в пакете стоит 60 или 120. Поэтому им приходится быть жестокими, как хирургом, ну, чтобы, или санитаром леса, да, чтобы охранять свой бизнес. И одно связано с другим. Не всегда, как бы, через запугивание это идет, но в части интернета, к сожалению, установилась такая традиция, что проекты, новые проекты сложиться могут с трудом, потому что нет кормовой базы, а нарушителей преследовать тоже достаточно сложно, потому что это дорогостоящие мероприятия, которые требуют, чтобы у вас был какой-то интерес получения. объединиться условно всем правообладателям для борьбы за свои права это такое явление сложное, но, например, если брать американскую практику, может быть, вы помните, еще лет 10 назад РИА, там и другие ассоциации правообладателей в основном музыкальной сфере подавали массовые иски, подавали требования по 2-3 тысячи ответчиков с огромными штрафами на студентов. Это делалось специально для того, чтобы в общественном сознании добиться некоего перелома, что безопаснее все-таки купить. И надо сказать, что им это удалось, то есть примерно есть разные статистические данные, но, например, примерно половина книг покупается, и примерно 46% покупают книги, остальные скачивают, но это малозначимое с точки зрения доходов категория, либо все-таки есть хоть какой-то достаточно большой рынок сбыта. Если мы берем Российскую Федерацию, то, конечно, очень тяжелая ситуация, потому что и денег нет, и привычки нет, и, соответственно, пока сложатся ресурсы, пока кто-то начнет платить, это достаточно сложно. То есть электронные библиотеки могут быть платными, только преимущественно в таких ограниченных сферах, где требуется именно обеспечение учебниками, научной литературой, ну, например, библиотеки для обеспечения вузов. Библиотекам просто художественной литературы очень тяжело, или вообще магазинам, электронам, тем, кто продает, очень тяжело развиваться, потому что спрос падает, цены вниз идут, жизнь дорожает, и на пересечении где-то обеспечивать хоть какие-то средства на существование и развитие, то есть вопрос-то даже не в жадности, а вопрос в том, чтобы можно было хотя бы привлечь инвестиции, надо иметь возможность показать, что хотя бы планируется какой-то доход, и для многих сфер это очень сложно. Значит, если позволите, интернет еще очень тесно связан с поисками некоего баланса между авторским правом и интересами общественности, потому что внешне выглядит так, что вот благодаря тому, что есть интернет, авторское произведение доступно всем, все могут получить доступ, все могут скачать, всем будет очень хорошо. Но вот если быстро просто пробежаться по законодательству, то есть разные варианты учета интересов авторов. То есть первый и базовый вариант это исключительные права. Автор сам определяет, ну, автор или правообладатель. В большинстве случаев дохода получают правообладатели, это выглядит с традиционной точки зрения как-то странно, да, что вроде авторское право определено лежит в отрыве от авторов. Но надо помнить, что это как раз правообладатели кормят авторов или по крайней мере создают те сферы, где авторы могут приложить свои творческие усилия. Значит, ну, если вы возьмете, например, несколько иную сферу, сферу изобретательской деятельности, научной активности, то вы же знаете, что в большинстве крупных корпораций выделяют огромные средства на проведение научных исследований, но при этом зарплаты достаточно, по их меркам достаточно скромные. Но зато есть возможность проявить себя. Поэтому вопрос о том, кто что вкладывает, это вопрос всегда очень такой сложный и когда доплатили, когда не доплатили, это тоже нерешаемый. Но идея законодательства состоит в том, чтобы закрепить исключительное право, некий аналог права собственности в отношении нематериальных объектов, таких как произведение объекта смежных прав и установить возможности защиты. То есть предполагается, что любое использование должно осуществляться только согласие правообладателя. Есть сферы, где невозможно реализовать, ну, было так уж признано, что невозможно реализовать вот такое буквальное требование в лобовом порядке, то есть с каждым заключить договор. Ну, например, при домашнем копировании произведений, аудиовизуальных произведений, фильмов и фонограмм, как выяснилось, это причиняло уже давно вред убытке правообладателям, поэтому придумали схему так называемых компенсационных выплат. Так называем, статья 1245, сейчас, наконец, несколько лет уже РСП наладила сборы Российский Союз правообладателей, сборы взимаются с импортеров и изготовителей оборудования, используемых для такого домашнего воспроизведения, то есть видеомамитофонов, памяти для мобильных телефонов, памяти для компьютеров, а берется немножко, в районе одного процента, это включается в стоимость, и фактически каждый, кто приобретает устройство и потенциально может его использовать и что-то записывать авторское, фотографировать, осуществлять просмотр даже в интернете, он фактически уже заранее это предоплатил при покупке устройства, но это на самом деле звучит ужасно, что все мы что-то платим, а с другой стороны, если подумать, для 1% это несущественная вещь, например, насколько я понимаю, люди, покупающие автомобиль, в качестве акции заплатят около 50% стоимости, просто сразу, за то, что он будет, не считая остальных налогов и всего прочего. Значит, случаи выплаты вот этого дополнительного вознаграждения, они достаточно многочисленны и связаны именно со случаями, когда либо требовалось ограничить исключительные права, но считалось несправедливым прекратить получение доходов авторами, либо со случаями, где специально в силу традиций, в силу каких-то законодательных особенностей были предусмотрены выплаты, если позволите, я уже не буду углубляться, но они достаточно многочисленны, особенно в зарубежной европейской практике, потому что, если брать, например, директиву гармонизации авторского права и смежных прав информационного общества Европейского Союза 2001 года, там, собственно, из большого перечня ограничений авторских прав и смежных прав буквально в двух, по-моему, случаях только предусмотрен вариант, ну, это цитирование и, по-моему, иллюстрация в учебных целях, когда из таких массовых случаев использования, когда можно не платить вообще вознаграждение. Во всех остальных случаях предполагается, что некое дополнительное справедливо вознаграждение должно выплачиваться. Сборы его могут осуществляться по-разному, но вот так идет учет интересов авторов и правообладателей. Учет интересов общественности, хотя авторы тоже общественные до некоторой степени и на самом деле им тоже важны исключения, потому что если вы автор, вам возможно понадобится использовать цитату и, соответственно, вы заинтересованы в том, чтобы исключение для цитат было установлено законодательством и вам, как автору, как раз предоставлялась возможность использовать произведение другого автора желательно бесплатно и без сложных оформлений. Значит, законодательство в интересах общественности определяет случаи свободного использования точно так же, то есть, когда можно использовать без согласия авторов и без выплаты вознаграждения в пределах допускаемых международными договорами. Должен отметить, что в настоящее время эти случаи свободного использования достаточно сильно сжимаются и вот наше законодательство оно хотя и повторяет международные требования, потому что в той же БЕС-конвенции в других международных договорах в ТРИПСе говорится о том, что такое использование ни при каких условиях не должно есть так называемая трехшаговая проверка, что оно должно осуществляться только в ограниченных случаях специально установленного законодательства, не должно мешать нормальному использованию произведения и не должно причинять убытки авторам. То есть, фактически большинство случаев использования, кроме там редчайших, не соответствуют этой тенденции, если быть достаточно откровенными. Но постепенно ищется баланс. Например, ВУЗ для аудиторных занятий может откопировать произведение автора, но считается, что все-таки по объему, по частоте такого копирования, по еще каким-то вещам он не должен пересекаться с распространением обычных произведений. Если вы проходите курсы ВАИС, один из интересных вопросов, ситуация, которая была в Мексике, когда преподаватель 30 своим студентам посоветовал, дал книгу и посоветовал откопировать ее, а книга вышла тиражом 120 экземпляров. По всем законам и мексиканским, и божеским, и человекам, нет, это извините, из Гватемагу преподаватель. По всем законам получается, что он тем самым подчинил очень существенный вред, потому что книга была в продаже, книга была доступна, но вместо ее покупки 30 экземпляров были скопированы, фактически четверть тиража изданного. Ну, опять же, это такой вопрос, который может быть не очень заинтересен с практической точки зрения. Значит, предоставление возможности использования без согласия с выкупом и компенсационных отчислений или принудительных лицензий тоже с компенсациями могут тоже рассматриваться как исключение прав в интересах общественности. Дальше есть в числе свободного использования и свободного воспроизведения в личных целях. Если позволите, не буду углубляться, но речь идет о случаях, когда произведение используется только в интересах лица. Поэтому здесь поступил интересный вопрос, если в презентации использована музыка, достаточно ли указать авторов музыки. Но в данном случае речь идет не о воспроизведении в личных целях, речь идет о, по большому счету, о том, что будет осуществляться публичное исполнение этой презентации, соответственно, будет публичное исполнение музыкального произведения. И вот дальше возникает вопрос, у нас для исполнения установлены некоторые исключения, сейчас, может быть, мы на них даже налистаем, это, извините, это я пролистал, исключения из исключений. Вообще авторское право, оно как такой многомерный швейцарский сыр, сыр, в котором есть дырки, а в этих дырках еще сырые, и в них еще дырки. То есть, есть общее правило, что нельзя без согласия правообладателя использовать. Дальше есть общее исключение, что можно использовать для воспроизведения в личных целях, а дальше есть шесть случаев, когда нельзя использовать даже в личных целях, и в том числе эти случаи совершенно разные. От запрета на воспроизведение нот, потому что композиторы когда-то, в 19 веке, традиционно жили доходами от копирования нот, нотных записей. Пока телевизоров не было, радио не было, клавесин или рояль есть, нотные записи продавались. И традиционно это осталось. Нельзя воспроизводить здание, произведение архитектуры в форме зданий, сооружений, потому что заказчику будет неприятно, например, если рядом кто-то возведет, а оплатил фактически он. Хотя воспроизведение осуществляется в личных целях. Нельзя базы данных, программы для ЭВМ. Понятно почему, потому что тогда приобретя один диск, все, кто друг с другом как-то соприкасаются, поделятся этим диском и воспроизведут все, что на нем есть. Не допускается видеозапись аудиовизуального произведения при публичном исполнении. Дальше видите, здесь такая длинная формулировка. Имеется в виду, это должно было быть основание в 2014 году, введено, почему в кинотеатрах нельзя записывать на камеру, на видеокамеру демонстрируемый фильм. Даже в личных целях, именно потому, что потом не выложили в сеть. Не допускается воспроизведение аудиовизуального произведения с помощью профессионального оборудования и так далее. Не допускается воспроизведение книг полностью, что немножко удивительно для нас звучит, но тем не менее законодательство не допускает действительно воспроизводить книги полностью. Поэтому каждый, кто скачивает полностью книгу, считается формальным нарушителем. Но дальше уже все зависит от милосердия правообладателей. Значит, насчет использования, сейчас мы дойдем, есть множество других видов исключений. Одно из важнейших это цитирование. Цитирование допускается в оригинале, в переводе, но при этом обязательно должно указываться и автор, и источник цитаты. Если это не указано, то считается, что не соблюдены условия свободного использования и фактически имеет место нарушения. Бывают сложные вопросы, например, в отношении книги Сергея Минаева Духлес когда-то был возбужден иск по вопросу о том, можно ли использовать в качестве считателей цитатами эти эпиграфы. Он к произведениям подавал эпиграфы из иностранных песен, прямо на иностранном языке. И просто проблема была разночтение между словарями. В одних словарях цитаты, эпиграф считается цитатой, в других эпиграф не считается цитатой. Но суд посчитал, что поскольку использование осуществлялось именно внутри произведения, потому что цитирование это включение в свое произведение, это надо не просто чужое взять, это надо свое создать, то имело место цитирование. Дальше использование иллюстрации в учебных целях, то есть если пишется учебник, то в принципе иллюстрации туда в учебных целях можно включать. Некоторые виды используют статьи по текущим вопросам, если это не запрещено, используют в публичных речи и так далее. Что касается обязательно должны быть указаны имя автора и источник заимствования, не буду вас на иллюстратах и цитатах, освещение текущих событий для слепых и слабовидящих, очень сложное регулирование правительства, одно, другое, третье, установить и перечень библиотек и порядок, есть исключения для библиотечной деятельности, достаточно широкие, есть для случаев переизданий и сейчас я еще не дошел, пародия карикатуры, ограничения, фотографировать там здания можно, сооружения, которые свободно находятся, и вот есть исключение, например, для свободного, я просто что и искал, был вопрос об использовании в презентации музыки, так вот, есть два ответа на этот вопрос, первый вопрос, если эту музыку рассматривать как цитату, то есть у вас презентация связана с музыкой, и у вас музыка поясняет, информирует, раскрывает мысли, которые там содержатся, то можно считать, что вы включили цитату в свое произведение, судебной практики устойчивой, а то можно ли считать цитатами включение музыкальных или аудиовизуальных фрагментов музыкальных или аудиовизуальных произведений в свое произведение, вот в настоящее время такой судебной практики нет, именно такой единый, устойчивый, стабильный, потому что из тех дел, которые мы встречались, как минимум в двух отказались в признании цитирования, но отказались не по причине, не рассматривая вопрос, является ли цитатой, а рассматривая вопрос о том, что данное использование не является правомерным цитированием, потому что не был указан должным образом автор и источник заимствования. Поэтому под вашу ответственность все-таки должен сослаться, что корифей авторского права утверждает, что цитирование возможно. Поэтому если вы делаете презентацию по искусству, по музыке Средневековья, и берете какие-то современные фонограммы или наоборот по музыке, не знаю, Битлз, и пытаетесь туда вставить и фонограммы, и исполнение, и еще что-то, но в умеренных количествах, в связи с вашим собственным творчеством, то есть с тем, что вы освещаете, излагаете в презентации, то это можно подвести по цитированию. Если у вас презентация, можно, я бы сказал, все-таки условно, гарантировать не берусь. Если у вас презентация образовательного направления, то вы можете ссылаться на то, что вы использовали как иллюстрации, ну, как иллюстрации какой-то мысли именно для учебных целей. Тогда это должна быть презентация для образования. И все-таки, если у вас идет музыкальное сопровождение, то такого исключения в законодательстве фактически нет. Есть исключения для публичного исполнения музыкальных произведений, очень странные. Во время церемоний это понятно, во время религиозных церемоний и похорон. Причем, обратите внимание, это исключение. Все исключения должны толковаться строго ограничительно. То есть только то, что записано. То есть во время похорон можно свободно играть музыку, фактически любую, но нельзя петь. Если хотите петь, надо получить права у авторов. Это не значит, что прям так жестоко авторы будут бегать за похоронными кортежами, и что-то вымогать, просто исторически закреплено так. Точно так же, как, например, произведение, но мы потом поговорим, в лесу родилась елочка, по факту может быть охраняемое стихотворение, у них тоже не хватает детишек, когда они вокруг елки бегают, и царапая себе носы, поют эту песню. Хотя это тоже публичное исполнение с точки зрения авторского права. В авторском праве вообще был подход достаточно однобойкий, который нам кажется странным, но подход такой, что надо защитить. А дальше уже традиции правообладателя определяют, что относится к сфере ведения правообладателя, что не относится. Ну, например, я, насколько знаю, ни в одной стране мира нет такой возможности для правообладателя установить ограничения. Например, что книгу можно читать только левым глазом, или только летом в саду в Ганаке. Это было бы странно, и это не относится к сфере использования произведения, хотя что может быть более естественным для использования книги, чем ее чтение. Ну, еще стояние в шкафу может быть. Значит, поэтому насчет использования презентации музыки, да, в любом случае надо указывать авторов музыки, надо указывать название музыкального произведения, но использовать можно либо в форме цитаты, либо в виде иллюстрации, либо если это для официальной церемонии, вы уверены, там, для религиозной, или, не дай бог, для похорон, либо надо получать согласие от автора. То есть музыкальное сопровождение презентации, если просто это идет некий фон, то это в любом случае, либо надо брать неохраняемое произведение, неохраняемую фонограмму, что сложно. Ну, вот, к сожалению, так. Так, здесь интересный вопрос. Можно ли студентам на занятиях воспроизвести художественный или иной фильм? Это будет публичное исполнение, и формально, конечно, нужно согласие правообладателя. Если же это включается, допустим, в лекцию, то это можно рассматривать как иллюстрации. Как иллюстрации вашей темы, потому что вряд ли же вы будете включать фильм полностью. Должен, правда, сказать, что, насколько я знаю, это жестко не отслеживается. То есть не хочу ни в коем случае подбивать на такие решения вопросов. Но есть те области, которые уже охвачены сборами, есть те области, которые не охвачены. Если вы, например, будете в школе массово ставить спектакли, использовать музыку, превратите ее в кинотеатр, или вуз, или какое-то здание, то, скорее всего, рано или поздно к вам придет российское авторское общество, спросит, где отчисления для авторов, но они отвечают за свою часть отчислений. К вам придет, так называемый, ВАИС РУС, всероссийская организация по интеллектуальному собственнособиратель за смежные права. Поэтому и после этого, несмотря на это, к вам все равно может прийти правообладатель больших прав и сказать, что давайте как-то договоримся, потому что я не думаю, что кто-то из правообладателей заинтересован запрещать, но, понимаете, их позицию тоже оформлять для публичного показа разового в какой-то аудитории, в каком-то вузе и давать разрешение, непонятно, что это очень большая работа, непонятно, зачем им это делать. Но, в принципе, все должно согласовываться. Я как бы прекрасно знаю, что если вам действительно нужно соблюсти, вы там планируете, я не знаю, даже школьный спектакль, то, например, у зарубежных правообладателей есть свои стандартные формы, в разных странах, правда, разные, если надо разрешить использование в школьном спектакле. Иногда, знаю, что обращаясь, например, в Великобританию, фактически разрешают бесплатно, условно, там, за один фунт. Ну, как условная цена, которая никуда не уклачивается, ну, просто должна договором предусмотрена быть, что он вот коммерческий. То есть это не значит, что правообладатели злодеи, но что-то они попросят, причем невозможно, что не на себя. Например, скандинавские издательства традиционно просят просили, я не знаю, сейчас может быть больше, может меньше, пытались получить минимальную оплату первую в 2000 долларов, но это только для того, чтобы оформить договор, чтобы оплатить чем-то услуги, привлеченных юристов, перекиску и так далее. Жизнь же дорогая в Швеции, поэтому уже как-то надо выживать, вы же понимаете. Так, значит, таким образом показывать целиком художественный фильм, ну, формально это будет незаконно, конечно, потому что это будет публичное исполнение художественного фильма без получения согласия от правообладателя. Дальше был интересный очень вопрос, нужен ли в договор о предоставлении не исключительных прав, мы видим, не исключить лицензии имеется в виду, включать паспортные данные автора и где взять принятую форму такого договора. Ну, вы знаете, формы могут быть абсолютно разные, потому что важна суть договора, а форму я бы даже не взялся рекомендовать, какая лучше, какая хуже. То есть для разных случаев пишутся разные формы, то есть если у вас массовая деятельность и при этом достаточно простая и понятная, то можно сделать форму из нескольких абзацев, просто что он разрешает использовать в течение такого-то срока за такое-то вознаграждение. И это уже будет соответствовать, если вы не будете, а дальше начинаются уже эти нюансы, будете ли вы сублицентировать для себя или для других вы берете, будете ли вы использовать какими-то дополнительными способами. То есть это все-таки работа под конкретное случае использования. Если же у вас, например, серьезный правообладатель, то ему, например, наоборот, может не понравиться очень короткая форма договора, поэтому какую-то уникальную форму я рекомендовать не могу. Вот в учебниках, которые я еще преподаю в Российской Государственной Академии интеллектуальной собственности, там мы приводим такие базовые какие-то формы, но исключительно для некого усредненного варианта, как это средняя температура по больнице. Поэтому, к сожалению, в целом, должен сказать, что я всегда считал, что типовых форм договоров не существует, потому что каждый случай уникален, всегда есть какие-то неожиданные нюансы. Насчет паспортных данных и их включения, понимаете, вы формально должны идентифицировать лицо, с которым вы работаете. Самое простое – это включить паспортные данные, потому что это традиционно, это принято, это, собственно, что там номер паспорта, хотя бы лучше полностью переписать и код распиления, и дату выдачи, и обязательно место регистрации, потому что если у вас возникнет какой-то суд, вам суд откажет в привлечении лица, в отношении которого вы не сможете обоснованным образом указать адрес, куда же суду направлять повестку хотя бы, и куда посылать материалы дела. Если у вас возникнет какой-то вопрос, вы не сможете привлечь лицо просто на основе того, что вам известно его имя и фамилия, потому что все-таки не все так широко известны, и совпадения достаточно частые. Поэтому, если вам нужно включить, я понимаю, что это иногда немножко так выглядит допотопно, но вы знаете, вот та же самая ситуация с расписками. Люди дают в долг друг другу деньги, а потом удивляются, что им не возвращают, и удивляются, что суды их не защищают. Но понимаете, в расписке надо дописать, что, ну, вернее, тот, кому вы даете, например, он должен написать, что я такой-то, такой-то, паспорт такой-то, проживаю по такому-то адресу, а лучше и ксерокопию паспорта, чтобы приложил, дал такому-то, такому-то, тоже паспорт такое-то, проживаю по такому-то адресу, там, такую-то сумму, условно, безусловно свернуть тогда-то. Так вот, это, конечно, очень мучительно писать, но, может, это кого-то остановит как раз вот передачи денежных знаков необеспеченному плательщику. Поэтому лучше писать, чем не писать. Если у вас, правда, должен отметить, что есть нюансы. Вот студентов, когда учил, особенно когда младшие курсы учил, всегда пытался добиться, чтобы на один стандартный вопрос они отвечали одним стандартным ответом. А вопрос такой, что нужно, если вы используете произведение? Произведение объекта смежных прав исполнения, что у вас должно быть? Ответ один – договор. Кривой, косой, правильно, неправильно, но он должен быть. Почему? Потому что отсутствие договора свидетельствует об умысле на нарушение произведения. Вы же знали, что произведение охраняется, ну или предполагать могли при разумном каком-то подходе. Вы понимаете, что современное, например, уголовное законодательство, оно все построено на том, чтобы посильнее как-то быть более жестоким к тем, кто более грамотен. Поэтому если вы окончили ВУЗ, вы фактически уже отпетый уголовник с точки зрения уголовного права, потому что если еще какому-нибудь специфическому субъекту с абсолютно невменяемыми глазами еще простят и поймут, потому что он не понимал, что он творит, то вам, как предпринимателю, руководителю, юристу не простят никогда ничего, потому что вы должны осознавать, что вы использовали чужое без его согласия. И уголовная статья 146, например, строится как раз на том, что любое, ну вообще уголовный кодекс строится на том, что для того, чтобы привлечь человека к нарушению, надо, чтобы был умысел на совершение, к ответственности уголовной, надо, чтобы был умысел на совершение преступления. Вот, кроме тех статей, где написано, что данный состав может быть совершен по неосторожности. И вот 146 статья, где ничего не написано, предполагает умысел. Поэтому, если у вас был договор, значит, умысла нет. Значит, вы как бы чисты, по крайней мере, есть хоть о чем поговорить со следователем. Я извиняюсь за такое длинное отступление, я веду это, собственно, к чему, что если у вас нет возможности срочно от автора получить паспортные данные, получить хотя бы какую-нибудь кривую подпись. Почему? Потому что сам по себе договор иногда важнее, чем его там действительность, правота этого автора, кому вообще что принадлежит. Потому что, если вы что-то используете, наличие договора позволяет вам показать, что нет умысла. Да, вы не приняли, может быть, с точки зрения гражданского права недостаточно надежно проверили партнера, вы еще что-то сделали, но умысла у вас не было. Значит, таким образом, если лучше, чтобы паспортные данные были, но если нет возможности вот сегодня и сейчас, а использованы уже сегодня и сейчас, то лучше подписать хотя бы что-нибудь, пусть укажет тогда какие-нибудь еще идентифицирующие данные, но хоть адрес свой укажет, но хоть что-нибудь еще. Значит, дальше интересный вопрос. Так, 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 где-то я тут видел интересный вопрос. Так, разовый показ не в коммерческих целях, то есть то, что вот это будет не в коммерческих целях. Я просто хотел еще раз обратить внимание, что законодательство об авторском праве вообще не использует в большинстве случаев разделение коммерческое и некоммерческое. Понимаете, то, что это коммерческое и некоммерческое, это решение, то, что вот решение быть благотворителем, оно принимается самим благотворителем, но тогда использовать надо свои средства. Понимаете, сейчас, конечно, в некоторой степени не хочу никого обидеть, но очень модно создавать компании, которые будут ходить и просить средства у других в интересах тех, кому они действительно, может быть, и действительно нужны. Но идея в том, что вот в авторском праве это имущество. Вы сначала устанавливаете, не вы, не мы, даже в целом государство традиции устанавливает систему мер, и уже дальше правообладатель получает доходы, если он считает нужным, он может пожертвовать этими доходами, он может потратить средства на все, что он считает нужным, он может разрешить или запретить использование бесплатного произведения. Выглядит это действительно немножко странно, если мы только не посмотрим на то, что есть разные модели. Есть, например, варианты, когда правообладатель сам соглашается и предлагает для бесплатного использования. Но если вы хотите использовать то, что правообладатель сам не разрешил, то надо получить согласие или понимать, что будет нарушение. Сам по себе некоммерческий характер, еще раз повторяю, имеет значение только в тех случаях, когда соответствующие нормы, для соответствующего исключения установлено такое вот, для соответствующего ограничения авторских прав, установлено такой дополнительный критерий. Ну, например, библиотеки могут копировать без извлечения прибыли отрывки из произведений, небольшие отрывки, или статьи по заказам физических лиц. Вот посмотрите, сколько тут, причем в единичном экземпляре. То есть сколько тут ограничений. Да, библиотека может, потому что кто-то пришел, ему нужна копия фрагмента из произведения, но только немножко. Только для физического лица, а не юридического. Только в единственном экземпляре. Вот соблюдается, не соблюдается, это другой вопрос. Но, например, в США действует копирайт клиент-центр, который спокойно 100 миллионов примерно долларов в год или 200 уже на этом собирает. Для правообладателей. И это уже составляет, например, доход. Для некоторых издательств это почти половина дохода. То, что им причитается, вот таких вот сборов в библиотеке. В основном как раз издательств специфических, научных, учебных, которые мало продаются в розничной торговле, но имеют большое и длительное вторичное использование. Насчет фильмов. Если вы хотите показывать бесплатно, есть достаточно много фильмов, которые либо предоставляются бесплатно, либо, ну, просто понимаете, я понимаю прекрасно, с чем связан вопрос. Непонятно, у кого получать права. Сейчас постепенно развивается и в Российской Федерации, в том числе, вот эти случаи малого публичного исполнения. Это отдельное направление лицензирования. И, понимаете, там условно как-то 3000 рублей не составит большую проблему для демократии. А правообладателю будет со множественности таких использований достаточно существенный доход. И вы понимаете, что во многих случаях вот эта необходимость оплаты за непопулярные вещи, она обусловлена необходимостью поддержания общего порядка. То есть, может быть, на улице ходят хорошие люди, но вы же не хотите, чтобы они все, все хорошие люди, заходили в вашу квартиру. Значит, дальше интересный вопрос. На многих сайтах содержится репродукция картин. Можно ли в публикациях исследованиях использовать репродукции с указанием сайта? Вот здесь я бы поостерегся, потому что если начинается вопрос такой, первый вопрос, что это за картина? Если она не охраняемая, то, пожалуйста, вы можете ссылаться, можете не ссылаться на источник. Это вопрос такой уже теоретический. Если она охраняемая, то, опять же, надо, чтобы именно ваше использование подпадало под данный случай, под конкретное ограничение авторских прав. То есть, либо это должна быть цитата, то есть, вы включаете свое произведение, как вопрос спорный, можно ли цитировать картины, но, тем не менее, некоторые считают, что можно. Либо это должна быть иллюстрация в учебных целях, то есть, вы создаете учебник по живописи, не знаю, кубистов или еще кого-нибудь, и туда включаете иллюстрации. Дальше вы должны обратить внимание, если вы просто включите иллюстрации, считая, что они не охраняются, то вполне вероятно, что рано или поздно какой-нибудь правовладатель, автор предъявит к вам претензии. Правда, это еще осложняется в последнее время претензиями, которые стали предъявлять музеи, о том, что любое использование музейных объектов, экспонатов должно осуществляться с их согласием. Это отдельный вопрос. Пока практика судебная складывается, только складывается, причем решение разнонаправленное должно быть. Из таких и существ, если брать не репродукцию картин, а, например, фотографии, то я знаю, что недавно было вынесено решение, уже вообще-то, по-моему, в прошлом году или в начале этого, где Комсомольская правда добилась, вернее, фотобанк, добилась взыскания с одного блогера за размещение фотографий, по-моему, там риск была в 800 тысячах. Вот я не помню, уменьшили ему до 400 тысяч или нет. То есть просто человек разместил по доброте душевной на своем некоммерческом сайте фотографии, но, правда, в достаточном объеме, из права, на которые принадлежат живому, действующему издательству, которому как-то надо тоже работать и зарабатывать. Так что это не так критично, это все-таки не миллиарды, но, тем не менее, это нарушение. При этом, должен сказать, что если вдруг у вас возникнет мысль, что как же это так нехорошо обидели блогера, то обратите внимание, должен сказать к чести Комсомольской правды, что вопрос решался в гражданском суде. А они могли по большому счету, с учетом объема нарушения, представив суммы продаж аналогичные, могли требовать возбуждения уголовного дела, что для них было бы гораздо легче, как вы понимаете, потому что не своими силами, но гораздо хуже для блогера. Не говорю, что это хорошо или плохо, хорошо, это безотносительно, просто оно так, потому что оно так. Дальше. Извините, я неправильно, наверное, прочитал, что насчет репродукции можно и в публикациях, и исследованиях. Вот что за исследование? Если это учебное, как я говорил, можно как иллюстрация. Если это научное, то можно попытаться как цитирование, как-то это привлечь, притянуть уже хоть как-то нормы. Не думаю, что если там круг спроса будет ограничен, и что будут большие претензии. Но вот если это какой-то проект, и он будет общедоступен, то лучше, конечно, поостеречься. Либо давать ссылки, сноски, то есть когда это находится не на вашем сайте, не на сайте, за который вы отвечаете. Банковские реквизиты автора должны ли быть включены в договор? Нет, вы знаете, это вообще-то дело уже, как будет устроена ваша бухгалтерия, как будет устроено, какое у вас доверие с тем же автором. Потому что, если вы перечислите на любые банковские реквизиты, то все равно только после того, как платеж пройдет, и автор получит возможность получить эти деньги, то есть что они должны быть правильные, они должны быть, вы должны быть в них уверены, только после этого вы будете считаться выполнившим обязанность по выплате вознаграждения. Вы же не куда-то там на деревне дедушки деньги отправляете. Поэтому, в принципе, банковские реквизиты в договор включать рационально, потому что считается, что автор, подписывая договор, берет на себя ответственность за их правильность. А если неправильность, то вы их можете запросить. Но если нет такой возможности, то, как я говорил, главное это получить договор. То есть если нет возможности, сразу определить банковские реквизиты, можно включить просто фразу, что автор обязуется предоставить для платежа, и дальше долго и упорно как бы привлекаться с авторами, что он будет говорить, вы не заплатили, автор будет говорить, вы будете говорить, что вы не предоставили. Ну тут уже, что решит суд, это никто не знает. Но, в принципе, обязанности по включению в договор банковских реквизитов нет. И она ниоткуда не следует. Лучше, конечно, все оговаривать, все включать. Так, дальше. Тут почему-то много насчет ссылок. Как автор закрепляет за собой права на книгу, если их еще и четыре автора. Знаете, современное авторское законодательство строится на том, что авторское право возникает автоматически, без каких-либо действий, просто в силу того, что было создано объективно выраженное произведение. Вот с момента такого объективного выражения, то есть в любой форме, устной, письменной, печатной, звукозаписи, цифровой записи, как только произведение стало доступно для третьих лиц, любых, оно считается уже возникшим. Потому что оно могло бы возникнуть и раньше, если бы мы эти нейроны, аксоны и их синапсы умели расшифровывать в мозгу непосредственно. Но только после внешнего выражения. После того, как оно стало каким-то образом доступно другим лицам. Поэтому автор свое право на книгу никак не закрепляет. Это сделано во благо автора, чтобы не надо было регистрировать. Если вы сталкиваетесь когда-нибудь хоть с одной регистрационной системой, то в принципе либо это ужас, либо ужас-ужас, либо еще хуже. Потому что устанавливается множество требований. Самое простое, например, если вы когда-нибудь пытались зарегистрировать ИП или ООО, или внести просто какие-то изменения в данные, вы, может быть, видели эти файлы, где надо заполнять, идя навстречу по желаниям программы, Excel по одной букве в каждую клеточку. То есть это очень очаровательно. Причем Г писать там, город писать по-особому, без точки улицы тоже по-особому, и все остальное тоже по-особому. Специальное сокращение для адресных объектов, специальное для чего-то. А так все просто. Поэтому раньше, да, были регистрационные системы, они были довольно нелепы. Например, в Российской империи при обобщении свода законов туда вошли положения об охране прав этих художников, которым предписывалось, причем тогда законы гражданские и уголовные не разделялись, Спиранский все только обобщал. И вот этим положением предписывалось, что каждый художник как только он создаст произведение, обратите внимание, фотографий не было, ксерокса не было, но вот как только он создал произведение, он должен был послать рапорт с названием этого произведения в Академию художеств. А если он этого не сделает, то, ну, как всегда, ответственность такая бить плетьми и на пять лет сослать в Сибири. На практике эти нормы говорят, что не применялись, на всякий случай нет фактов об их применении, но это вот такая система охраны прав и закрепления прав авторов, она была предусмотрена. Постепенно, почти во все, ну, уже сейчас во всех странах, кроме там нужд внутреннего использования, перешли к системе возникновения авторских прав с момента их, с момента создания произведения. Значит, что касается четырех авторов, то получается, что просто авторы создали произведение в соавторстве и вот их доли предполагаются равными. А уже дальше они могут спорить до бесконечности между собой, объединяться в альянсы, кто из них что написал. Там вопрос реализации прав может быть решен как предусмотрен законом соглашения между соавторами. То есть, они могут предусмотреть, что один реализует, а другие получают какие-то проценты или что они все вместе подписывают или еще какой-то вариант. Поэтому закон, он подходит так обобщенно. Вы там как-нибудь сами разберитесь. Что касается четырех авторов, ты должен отметить, что интересное развитие получили положение о плагиате, которое долгие годы не применялись и пока вроде тоже еще Бог миловал. Дело в том, что в Уголовном кодексе ст. 146 первая часть посвящена плагиату, то есть присвоению авторства. И понимаете, надо быть очень специфическим деятелем, мыслительным, чтобы сказать, что вы присвоили авторство. А иначе как доказать, что вы присвоили, может быть, вам показалось. Но Верховный суд в разъяснении по уголовным делам, связанным с авторским правом, патентными, товарными знаками, пояснил, что под эту статью подпадают случаи, когда, например, статья была опубликована несколькими соавторами, а потом какие-то соавторы опубликовали эту статью без указания других соавторов. То есть это очень интересный нюанс. Получается, что если вы с кем-то написали статью, а потом опубликовали ее и не указали одного из соавторов, то вы фактически совершили уголовное преступление, потому что присвоили ту часть авторства, которая принадлежала тому соавтору. Были ли на практике такие случаи, неизвестно. Я надеюсь, что их не было. с учетом такого рецидива превозвращения из мест лишения свободы, видимо, лучше, чтобы этого не было. Так вот, видимо, ситуация обстоит так же, как с охраной, как с этим бить плеченье и сослать в Сибирь художника, если он не написал в Академию художеств. Но, тем не менее, такое требование есть, и иногда остается удивляться некоторым требованиям законодательства, но, тем не менее, они есть и приходится их учитывать. Значит, как быть с учебно-методическими материалами вузов, которые не оригинально копируют учебников по учебнике монографии? Ну, значит, должен сразу отметить, что этого быть не должно. Понимаете, я понимаю, что в вузах столько платят и сколько требуют, что это очень тяжело сделать самому, но никто не имеет права копировать без согласия чужое и включать свое. Поэтому предполагается, что учебно-методические материалы, вот эти фоссы, потом, что там готовится, УНК, по-моему, от них уже отказываются, учебно-методические комплексы, значит, они должны не копировать учебники. Предполагается, что это преподаватель в рамках своей оплаты, труда, на качестве разрабатывается курс, который читается, планы, расчесовки, краткие тезисы, лекции. Я понимаю, что это адский странный труд, но, тем не менее, это не значит, что туда можно включать что-то из чужого произведения без их согласия. Поэтому, как бы, лучше, ну, условно, как быть, лучше не рассказывать, что в учебно-методические материалы, если вы их автор, были включены охраняемые произведения, монографии и так далее. Единственное исключение, если это ваша монография или ваш учебник, потому что, в том числе, и, насколько я знаю, Рособранадзор признает, разрешает, что вместо, там, части материалов учебно-методического комплекса, могут быть использованы учебники, выпущенные преподавателями вуза. Поэтому, если у вас есть большой учебник, вы можете его приложить к одному курсу, ко второму, к третьему, и это будет считаться не то, что вы используете, а что вы используете ваше. А так, в любом случае, если что-то не подпадает под ограничение, например, под тоже цитирование или иллюстрации, то использование должно осуществляться на основании разрешения правообладателя. Так, в интернете, интересный вопрос, в интернете опубликованы иллюстрации из анатомических авторов, у которых есть автор, издательство, какова правомерность их использования в презентациях, лекциях, на занятиях, в авторском учебном пособии, выпущенном вузом, предложенном в издательство, в обучающей базе данных, какова будет ситуация, если это пособие или базу данных требуется запатентовать. Можно и спасти ситуацию с ссылками. Спасибо. Вы знаете, вопросы очень интересные, но на самом деле ответ получается очень краткий. если у вас, если вы уверены, что использование подпадает под установленные исключения, например, иллюстрации в учебных целях, то можно использовать. Если не уверены, причем можно использовать и в изданиях, и при публичном показе, лекции, материалов, если вы не уверены, что это иллюстрация в учебных целях, то получается, что надо связаться как минимум с издательством. Другой вопрос, что какие-то годы из анатомических атласов, то есть вообще, что вы используете. потому что на практике, когда требовалось выпустить бесплатно людям, немножко другая область, выпустить классические произведения бесплатно, пришлось помогать искать иллюстрации в изданиях 19 века. Это тоже возможно, там тоже красивые иллюстрации, поэтому иногда уходят либо вглубь, либо просто договариваются с издательством о том, что будет какое-нибудь совместное использование. Я уверяю вас, многие издательства согласятся, например, на взаимодействие, потому что если вы хотите использовать атласы, вы купите у издательства, я не знаю, для библиотеки вузовское издание, а заодно получите право в каких-то определенных случаях, только это должно быть разумно, это должно быть согласовано, и издательству, может быть, будет важно, что указано, что оно как издательство. У каждого свои совершенно подходы. Ссылки в любом случае потребуются, потому что это использование чужих произведений, чужих изданий, но это само по себе спасает только в случае, если это подпадает под исключение установленное законодательством. Дальше интересное разрехнение исследования не по живописи, а картинка, как карточка, которую предъявляют в эксперименте человеку для ее описания. При этом сайт по живописи автор указывается. Вот честно, не возьмусь гарантировать, но если вы берете первого тройка, то понятно, что тут проблем не возникает, потому что произведение не охраняется. Придется, видимо, проделать большую работу, и у вас получается, что для использования лучше подобрать либо неохраняемый, либо договориться об использовании. Но тогда это, соответственно, большие вложения, сил, денег, средств и всего остального. Дальше, если вы указываете, что вы не автор, а автор-составитель, да, вы автор-составитель, но тогда вопрос просто, что тот, кто использует, а использовать будет тот, кто издает произведение, его размещает в сети, например, он будет пользователем. И тогда, если он знает, что вы автор-составитель, то он должен получить согласие от остальных правообладателей. Если вы, конечно, гарантируете, что в целом и все, что у него включено, не подпадает, вернее, что авторские права вы соблюли и можно использовать, то тогда получится неприятная ситуация, когда издательство будет, например, отвечать, или ВУЗ будет отвечать перед правообладателями, а в порядке ЕГРС сможет привлечь вас к ответственности. Я не думаю, правда, что с методиками, с учебно-методическими комплексами это так распространено, но были скандалы, когда один из крупных ВУЗов обнаружил, что другой крупный ВУЗ просто скачал у него учебно-методическими комплексами, размещенные в свободном доступе. Это не буду уж позорить, но там просто так случилось, что как всегда завкафедры поручил профессор, профессор получил доцент, доцент поручил старшему преподавателю, старшему преподавателю получил лаборанту, а лаборант что-то нашел в интернете. Так что, извините за такой печальный вопрос, но формально получается, что для соблюдения требуется требуется выполнение формальных требований, то есть получение согласия, ну хотя бы письма, утверждающего, что к вам не будут приставать. Так, извините, куда-то ушло. Сейчас найду следующий вопрос. Если депонировать произведение, учебник, для скорейшего закрепления авских прав, затем доработать и предложить издателю, возможность защитить доработанный, измененный с помощью первого... Понимаете, защищается как само произведение, так и любая его часть, если оно произведением является, и также любая его переработанная версия. То есть вы как бы за собой закрепите, если вы закрепили права, депонирование осуществляется для чего? Для того, чтобы был экземпляр, с помощью которого можно было бы подтвердить, что вы первый указаны как автор этого произведения. Есть в авторском праве отказались в разных странах по-разному, но например, в Берске в 27-м году, насколько я знаю, включили запрет на установление формальности как условия охраны авторских прав. Поэтому ни регистрации, ни нотариальное заверение, ни депонирование являются обязательными. Но для того, чтобы облегчить доказывание, предусмотрели так называемую презумпцию авторства. Автором считается тот, кто указан на оригинале или экземпляре произведения обычным образом. В человеческом понимании это означает, что тот, кто принесет в суд, ну или не в суд, а просто для подтверждения своих прав, наиболее ранний по времени экземпляр произведения, где будет написано, что он автор, тот и будет считаться автором, пока не доказано иное. Можно использовать любые другие доказательства, но это просто наиболее простой вариант. есть организации, например, Российское общество, Российское общество Перус, некоторые другие, которые предлагают услугу по депонированию. Это что значит? Это значит, что они у себя хранят, ну как независимая такая и уважаемая какая-то структура, которая хранит этот экземпляр. И говорят, что вот этот экземпляр был нам принесен в такое-то число. Вам выдается свидетельство, подтверждающее, что суд при необходимости истребует экземпляр, осматривает его, ознакомиться с ним. Самое разумное, если вы подозреваете, что могут быть проблемы, задепонировать, конечно, как можно раньше. Не обязательно доработанные до конца, даже не обязательно с тем же полным названием. Почему? Потому что депонируя, вы депонируете свой результат творческой деятельности. Если вы его перерабатываете и видно, что новый результат возник на базе предыдущего, то вы всегда сможете сказать, что вот он предыдущий и вот этот предыдущий создан, допустим, в 2014 году. Да, новый создан в 2017. Но если кто-то приносит новое свое произведение и говорит, что я в 2016 создал вот почти такое же, то ваше произведение 2014 года будет иметь преимущество перед произведением 2016 года. На практике это выглядит иногда достаточно нелепо, когда, например, автор приносит на депонирование произведение утром, директор предприятия вечером, а на следующее утро еще кто-нибудь. Поэтому, в соответствии с общим правилом, кто первый встал, того и тапки. Поэтому, если вы депонируете произведение, это не значит, что вы должны использовать его именно в том виде, как вы задепонировали. Для аудиовизуальных произведений, потому что аудиовизуальные проекты предполагают крупные вложения, могут быть задепонированы, например, синопсисы, там какая-нибудь первая часть, сценарий первой части сериала, причем краткие, еще что-то, какие-то основные названия, как литературные фактически произведения, как основа будущего сценария. Но, тем не менее, это уже депонирование. Если кто-то сделает что-нибудь на основе вашего задепонированного произведения, тут останется только вопрос доказывать, что это было не самостоятельное произведение у другого автора, а именно переработка вашего или какое-то использование или заимствование вашего. И тогда вы получается как на коне, поскольку на белом коне и все в белом, потому что вы первый, вы создатель, вы автор, а уже все, что было потом, это уже производное от вашего, если только можно доказать это производство. Поэтому измененный учебник, пожалуйста, это нормально. Единственное, что если он у вас уже был издан, и издатель достаточно авторитетный, и ФБН присвоен, и номера, переданные в Российскую книжную палату, вам уже депонирование не требуется. У вас все последующие издания как бы основаны на предыдущем, и это просто переработки. Если депонирование станет требуется для неизданных произведений, не опубликованных, для тех, которые еще не получили широкого распространения. Как лучше закрепить авторские права на рукопись учебника, пособие перед предложением ее издателю? Вы знаете, я честно не очень представляю, чтобы серьезный крупный издатель вдруг стал каким-то образом воровать права, хотя бывают спорные случаи, когда речь идет о каких-то специфических объектах, таких малых так называемых прав, которые легко переработать. Ну, всякие детские раскладушки, какие-то наборы карточек, вот это бывают споры достаточно сложные, яростные, когда каждый считает себя правым, и они совпадают по методике, например, но не совпадают по используемым изображениям, текстам и всему остальному. Но если вам нужно обеспечить какие-то доказательства, вы можете задепонировать рукопись, там, по-моему, в Капирус, например, до 100 страниц 3000 рублей. Вы можете депонировать не всю рукопись, вы можете депонировать только кусочек. И это обеспечивает некие доказательства, что у вас были. Дальше вы уже дорабатываете, сколько вам желательно. Второй вариант, вы можете у нотариуса попытаться заверить, нотариус заверяет заявление физических лиц, это может быть будет дешевле, может быть дороже. Не берутся судить, разные нотариусы по-разному берут. Некоторые нотариусы не берутся заверять произведения, но при этом, подшивать, например, но при этом могут заверить какой-нибудь договор, некоммерческий. И так тоже люди выкручивались, но это какие-то такие тяжелые схемы. Есть вариант совсем странный, когда в учебниках описывается, во всяком случае, когда люди сами себе по почте посылают конверт в произведение и не вскрывают его до возникновения суда. Недостаток в том, что вам же издателю лучше указывать, что вот оно у вас задепонировано именно в таком виде, что оно в таком виде существует, потому что у вас есть какой-то свидетель. Понимаете, поэтому когда вы приводите номер свидетельства РАО или Капирус, что задепонировано там-то и там-то, номер свидетельства какой-то, это уже доказывает серьезность вашего подхода. Когда вы ничего не говорите, а просто имеете какой-то камушек за пазухой, ну, я не знаю, честно, была ли нормальная судебная практика с конвертами, которые посылали сами себе люди, потому что к штемпелю почтовому у нас отношение достаточно такое, ну, вы понимаете, что сейчас, конечно, это посложнее стало с электронной формой, но все равно можно найти отделение, где эти штемпели ставят, или будет потом, не дай бог, вопрос о том, правильно ли вообще, какая дата, кто поставил, что это было, сохранится, не сохранится, я вот не помню, полгода или сколько сохранятся сведения о почтовом отправлении. Поэтому для длительных вариантов, либо нотариус, либо депонирование, либо вообще можно сделать проще, вы прошиваете произведение и просите ваших друзей на нем расписаться, на этом экземпляре. Это тоже будет экземпляр, это тоже будет доказательство, ваши друзья готовы прийти вам на помощь, хоть это и будет странно выглядеть, лучше, чтобы они расписались, правда, с указанием своих данных, паспорта, как мы говорили, и адреса, куда обращаться. Я надеюсь, что вам это не понадобится, потому что по серьезным, большим произведениям, серьезные, большие издательства, это редчайший случай, когда что-то перепутают, потому что, чтобы заимствовать чужое, надо все-таки, чтобы вы связались с каким-то нетривиальным издательством, или чтобы ваше произведение сразу было настолько высокодоходным, чтобы у кого-то возник соблазн. Так, чат вопросов просматривается, это надо вписать. Лучше вопрос общий, но я сейчас посмотрю так, кому принадлежат имущественные права на выпускную, коэффициентную и контрольную работу, которую пишут студенты в ВУЗе. Формально есть общая доктрин, только не говорите, что я вас на это подбивал, что права возникают у автора, поэтому если автор студент, то права все равно возникают у него. Иное дело, что некоторые ВУЗы подписывают со студентами в прямой, в кривой форме некие соглашения о том, что результаты их работ переходят к ВУЗу. Если это подписано, то возникает как бы спор, сдавали, не сдавали, это ли имелось в виду. Но формально выпускная коэффициентная работа с точки зрения доказывания окончания учебного процесса это документ для ВУЗа. С точки зрения авторского права это документ самого автора, студента, и если он не отдавал, как в старом греческом софизме рога назывался, то, что вы не отдавали у вас есть, то, что ты не отдавал у тебя есть, рога ты не отдавал, значит, они у тебя остались. Но вот с точки зрения как бы логики законодательства, что если права возникли у автора, если автор их не отдавал, значит, они остались Так, извиняюсь, наверное, я затянул. Сейчас закончу. ВУЗ в открытом доступе выкладывает учебники, учебные посуды, изданные в ВУЗах. Вы знаете, ВУЗ предполагает, видимо, что авторы-преподаватели делают эти учебники в рамках их служебных обязанностей. Это спорный вопрос, потому что если это прямо предусмотрено служебными обязанностями, то дальше возникает вопрос, что именно должны создавать авторы, насколько часто, о чем идет речь, учебник это или пособие, по курсу, как это расписано, с чем знакомился автор, с чем не знакомился. Но принцип тот же, что если автор не передавал права и нет документов, подтверждающих, что он обязан был создать какое-то произведение в рамках своих служебных обязанностей, то права принадлежат автору. Если автор все-таки создавал произведение как работник, то права принадлежат работодателю. По УНК я имел в виду, что сейчас от некоторых ВУЗов требует немножко другой набор, то есть это тоже в бытовом понимании называется УНК, но там фонд оценочных средств идет, фонд этих учебных материалов и еще чего-то. То есть несколько усложняет, на самом деле не облегчает, а заставляет одно и то же делать в нескольких вариантах. Здесь был просто вопрос насчет того, что откажутся или не откажутся. Я думаю, что все идет в пути усложнения. Старый афоризм есть, что если вы вскрыли банк с червями, то единственный способ загнать их обратно, это воспользоваться банкой большего размера. Поэтому когда будут отказываться от УНК, изобретут какой-нибудь более сложный и защеленный вариант. Какой иллюстративный материал из интернета можно брать для презентации, а какой нет? Значит, брать можно все, что не охраняется, поскольку сроки охраны у нас продлеваются за все, и за то, что был репрессирован, и за то, что работал во время войны, и за то, что не опубликовался при жизни. Поэтому есть такое базовое правило, можно сформулировать, что можно использовать произведения, если их автор умер до Великой Отечественной войны, до 41-го года желательно, своей смертью без помощи государства. То есть трамвай не считается, трамваем можно, государство не должно вмешиваться, он не должен быть репрессирован. И произведение было опубликовано тоже до Великой Отечественной войны. Вот если эти условия выполняются, если вы нашли книгу, которая была опубликована до Великой Отечественной войны, и автор не был репрессирован и умер до Великой Отечественной войны, то значит книга не охраняется. Только обратите внимание, что там могут быть, например, авторы иллюстрации, авторы предисловий, введения, послесловия. То есть, имеется в виду, что тогда уже все авторы должны умереть до 1941 года. Вот все, что до 1941 года, сейчас не охраняется. При условии, что не было восстановления авторских прав, именно в связи с тем, что произведение не было опубликовано, либо автор был репрессирован и реабилитирован посмертно. Здесь, где-то среди презентаций, есть эти вопросы, связанные со сроками, если вы захотите посмотреть. Так, христоматия насчет отрывков. В христоматии включаются согласия авторов, правообладателей. То есть, по большому счету, издательство, когда издает христоматия, оно должно получить согласие. Насколько я знаю, крупные серьезные издательства, они получают обычно согласие. Либо действуют на основании таких-то сложившихся традиций. Спасибо большое за внимание. У нас, кажется, подошел лимит времени, исчерпался. Будем надеяться, что, может, когда-нибудь пригодимся в более интересном. Спасибо.